Как бы вы тщательно не следили за своим домом, различные повреждения рано или поздно неизбежны. Особенно портят настроение царапины на мебели и стекле. От них можно избавиться. Расскажем о профессиональных и домашних способах. Из специальных средств очень удобен воск. Подбирается по цвету поверхности. Наносится разными способами. Например, с помощью вловителя, работающего на батарейках, где, используя разогретый наконечник, можно удобно заделать поврежденное место. Популярность сейчас обретают и восковые карандаши. Здесь состав наносится на поверхность, а затем растирается с помощью шпателя. Что же касается стекла, то из профессиональных средств наиболее эффективны различные виды антицарапина. Чтобы его использовать, необходимое количество вещества нужно нанести на мягкую салфетку и энергично отполировать место. Также есть и домашние способы решения проблемы. Например, некоторые тарапины на мебели можно убрать с помощью обычного крема для обуви. Самое сложное – подбор цвета. Он должен полностью соответствовать оттенку изделия. Для реставрации участка нужно хорошо очистить поверхность, аккуратно нанести состав, подержать 5 минут, удалить остатки. Процедуру придется выполнить с определенной периодичностью. Еще один проверенный и подручный способ реставрации деревянной мебели – чайная заварка. Она подойдет только для небольших повреждений. Требуется крепкий настой насыщенного цвета. Такой способ подойдет для конструкции темного цвета. Ликвидировать небольшие царапины на мебели поможет самое простое аптечное средство – йод. Подходит для изделий, изготовленных из ореха, дуба, красного дерева. Состав ватной палочкой наносим на повреждения. Что же касается царапин на стекле, их может вскрыть растительное масло. Его требуется нанести на мягкую тряпочку и потереть интенсивно царапину до идеального состояния. Еще решить проблему вам поможет сухая горчица с уксусом. Ингредиенты смешиваем. Далее смесь наносим, например, на стекло очков. Интенсивно полируем. Для удаления повреждений небольшой глубины на изделиях из стекла хорошо использовать лак для ногтей. Он обязательно должен быть бесцветным. Им осторожно покрываем царапинку. Это все рекомендации на сегодня. Удачи в домашних делах!